Саламу алейкум, уважаемые участники турнира Либельской футбольной лиги Дагестана. Каждый раз в целях оптимизации и налаживания дисциплины на турнире, оптимизации правил участия на турнире, мы вводим некоторые ограничения. И сегодня также ограничения коснутся команд премьер-лиги и первой лиги. Первое, что мы хотели бы отметить и на что уделить внимание сегодня, это протарские формы. Очень большой беспорядок у нас в этом плане в командах. И поэтому, для того, чтобы этот беспорядок прекратить, мы решили ограничить команды вратарскими комплектами формы. Дается неделя для команды и премьер-лиги, и первой лиги, для того, чтобы привели в порядок комплекты вратарских форм. Вратарских форм должно быть две у команды. И должна она включать в себя игровой свитер, оснащенный гербом команды, оснащенный номером вратаря. Первый номер или двадцатый номер, обязательно. Не лейкопластырем заклеенный, а заклеенный, нанесенный именно краской. И должны быть вратарские шорты, либо вратарские штаны. Специализированные вратарские штаны необычной спортивки. Обращаю внимание, потому что очень много будет моментов, которые будут, а я не знал там и так далее. И знание не будет спасать от штрафов и ответственности, да, и от санкций. Поэтому третье, что нужно будет, если вратарь в шортах, то гетры, которые могут отличаться, и должны отличаться от гетров футболистов, да, и должны быть специализированы для вратаря. То есть вот эти три вещи. Вратарский свитер, вратарские шорты, либо вратарские специализированные штаны, либо шорты с гетрами. Это будет обязательно для команд-участниц премьер-лиги и первой лиги, начиная со следующего же тура, чтобы не было у нас никаких потом разночтений. Второе, чего коснутся наши изменения, это порядка на стадионе, да. Что касается этого пункта, этого обращения, да, этого изменения, у нас выставлены два стюарда на премьер-лиге и один стюард на первой лиге. Для того, чтобы обеспечить порядок на стадионе, у нас есть трибуны, на которых должны располагаться зрители и болельщики. У нас есть стюард, который отведен специально для сектора с болельщиками. Поэтому большая просьба и требования от руководства ЛФЛ, чтобы люди, которые приходили, футболисты это будут, или просто болельщики, чтобы люди внимательно относились к требованиям стюарда, потому что это представитель руководства лиги. И к его призывам сесть на трибуну. Не разрешается, дорогие участники, стоять больше возле рекламных баннеров, не разрешается стоять возле входа, создавать вот эти группировки и кучки там, да. Обязаны люди проходить на трибуне для того, чтобы качество картинки и дисциплина на стадионе поддерживалось. Всем это нам нужно, братья, обязательно, поэтому нам необходимо, чтобы вы соблюдали эти требования. В случае, если мы идентифицируем человека, который не соблюдает требования, он будет либо футболистом какой-то команды, либо тренером какой-то команды, либо кто-то из персонала какой-то команды, либо мы точно знаем, что это болельщик какой-то команды, да. Мы оставляем за собой право наказывать, штрафовать определенные команды. И третье, уважаемые участники, это выплата штрафов. С сегодняшнего дня мы вводим такое понятие, как скидки на штрафы. То есть мы видим, что есть люди, которые злостно не платят эти штрафы, да. Есть люди, которые вовремя оплачивают эти штрафы, чтобы сделать определенную градацию, да, и побудить, и мотивировать людей к тому, чтобы ускорять эти процессы и не накапливать долги там, да. Мы придумали такую систему, ввели, вернее, такую систему, она не нами придумана, это введение скидок, да. Если команда оплатит штраф до соответствующего тура, вот, например, мы сегодня оштрафовали команду до следующего тура, она оплатит этот штраф, ей будет расставляться скидка 50%. То есть если мы оштрафовали, условно говоря, команду Майкор, например, на 2000 рублей, она оплачивает этот штраф до следующего тура, она должна заплатить только 1000 рублей. Если команда не оплатит до следующего тура и оставляет штраф дальше накапливаться, то штраф уже уменьшаться однозначно не будет. И также плюс к этому КДК, ЛФЛ, РД вправе, оставляет за собой право применять еще более жесткие санкции к этой команде, как злостные неплательщицы. И они будут выражаться в разных совершенно, то есть как отрасли Маубана, там запретом переходов определенных игроков через команды, либо даже снятием там очков, либо снятием с турнира и так далее. То есть очень много разных санкций у нас есть, поэтому я хочу попросить наших дорогих участников, чтобы не нарушали правила, чтобы не попадались в эти списки. И если они попались, то это принимали лицом к лицу и оплачивали эти штрафы вовремя.